Девушки отдыхают Девушки отдыхают И сказал Соломон Ты сделал работу твоему Давиду Осуманну Великую милость И за то, что он ходил пред тобой В истине, правде и сердцем пред тобою Ты сохранил ему эту великую милость И даровал ему сына, который Сидел бы на престоле его Как это и есть ныне О том, который убил Урию, хитиянина Который Батшева переспал Который обманывал Который грабил И его сын говорит О том, об этом человеке Он ходил пред тобой В истине и правде И с искренним сердцем Как это может произойти? Как это может быть вообще? Который убийца Который прелюбодей Стал называться Мужем по сердцу Божьему И на этих двух уроках На этой неделе, на следующей Мы попробуем понять Который такой был Давид И какой процесс внутренний Произод ходил с ним Отчего мы можем научиться? На этом уроке Мы попробуем понять Его слабости И неудачи Что причинило Что к его слабостям К его недостаткам И так далее Лерон не здесь Но мы должны Батить с мной И это очень важно Как он справлял С этими трудностями С этими слабостями Потом На другом уроке Мы попробуем понять Его крепкую сторону И как мы можем Развинить себе Эту крепкую сторону Окей Откуда Давид пришел И что он делал? Перед тем Как он был знаменитым Давидом Которем Мы знаем Что он рос В семье Нездоровой Мы это поймем дальше Читаем дальше Мы знаем Что его отец Не заботился о нем Не считался с ним Мы видим это Когда Саму Сказал Приведи Всех детей своих Всех сыновей А Давида Не привели Мы знаем Что его братья Смеялись на него Пренебрегали Мы это тоже посмотрим После того Как он стал лидером Сила его Развратила Он Обманывал И убивал Это не тот человек Которого бы Выбрали бы Пастором общины Он был Разбодником Когда он был В сикелаге Он В разные Города Грабил Он делал Манипуляции Например С Урией Хитиянином И Батшева Версавии Он был Плохим отцом Все это Амнон и Тамар С Сависалом Что произошло С его детьми В конце Дней Он был Более Нерешительный Не принимал решения Он потерял Свой фокус И ему было Очень Тяжело Принимать решения Он победил Внешних врагов Но Проиграл Внутренним врагам Который Внутренний Бог Эту силу Благо Благость И силу Которая Бог Надал ему Испортила его Это не тот Человек Который Мы хотели бы Выбрать Пастором общины Но этого Человека Который Все это Совершил Бог Называет Мужем По сердцу Моему Давайте Деяния апостолов 13.22 Давайте попробуем Понять Что же Произошло И как он Почему он был Да Человеком По сердцу Божьему Мы должны Понять Когда он Жил постоянно В среде Трудностях Когда ему Было тяжело Он был близок Богу Когда он От Бога Получил Обетование И достаток И Бог Исполнил Все это Он перестал Сражаться С своими Внутренними Врагами Он Расслабился И Часто Богатство Достаток И сила Намного Опаснее Бедности Трудностей Павел Говорит Филиппийцам Филиппийцам 4.12 Говорит Он говорит Я умею жить И в скудости И умею жить И в изобилии Научился Всему И во всем Насыщаться И терпеть Голод Быть И в обилии И в недостатке Мы понимаем Мы понимаем Когда выстоять В бедности Когда у нас Трудности Нам тяжело И мы должны Выстоять Но мы не смотрим На богатство Что В богатстве Тоже нужно Устоять В достатке А богатство Намного Тяжелее Справиться И выстоять Чем В бедности Иногда Когда мы Бедны У нас Ничего Кроме Бога Когда мы Богаты У нас Есть Другие Вещи На которые Мы можем Уповать Надеяться Деньги Дом Которые Дают нам Достаток Вещи Которые Приносят Нам Доход Достаток Из-за Этого Ешуа Сказал Насколько Тяжело Богатому Войти В Царство Божье Потому Что Если Есть Вещи На которые Можем Надеяться В нашей Жизни Но Поэтому Мы Не быстро Не сразу Бежим Богу Не думайте Что Богатство Будет Богатство Вам Будет Богом Ити Намного Легче Нет Иногда Тяжелее Потому Что Это Давид Это Был Самый Большой Враг Внутри Он Переживал Со Своего Детства Все Трудности Потому Что Его Отец Не Заботился О нем Пренебрегал Им Мы Видим Что Его Отец Не Пригласил Его Даже Когда Пришел Самуил Помазать Царя Он Оставил Его В поле Чтобы Чтобы Его Не Видели Никто Вопрос Напрашивается Или Давид Был Ребенком Незаконно Рожденным Напрашивается Вопрос Может быть Он Был Незаконно Рожденным Ребенком Для Для Исея Который Напоминал Ему О Его Грехе Откуда Это Пришло Давид Говорит О Себе В Псалмах 57 Вот Я В Беззаконии Зачат И Во Грехе Родила Меня Мать Моя Это Странное Предложение Если Его Мать Была Замужем За Отцом Когда Если Была Беременна Это Не Было Грехом Это Было Позором Но Давид Говорит Здесь О Беременности Его Мати Как Грех О Грехе Мы Не Знаем Точно Не Написано Точно Но Есть Какие Вещи Свидетельствуют Что Что Неправильно Было Между И Давидом Что Поломано Было Когда Самуэл Попросил Привез Сексоновик Он Он Не Привел Своего Сына Младшего Он Оставил Его Там В Поле С Овцами У Нас Не Написано Но Мы Можем Предполагать Когда Я Вижу Когда Я Вижу Когда Обычно Когда Я Вижу Слабости Моего Отца Или Матери Я Не Буду Таким Как Мой Я Не Буду Как Моя Мать Вы Видели Отца И Мать Своих Вы Не Хотите Так Поступать И Вы Видите Ощипки Которые И Вы Внутри Себя Клянетесь Что Вы Не Будете Такими Что Вы Будете Другими Совсем Вы По Другому Будете Поступать Итак Тогда И Приходит Момент Когда Истина Напротив Наших Глаз Мы Видим Следую Мы Видим Нашу Мать И Мы Клялись Не быть Такими Как Наша Мать Или Отец И Мы Видим Эти Вещи Что Мы Поступаем Точно Так Например Илия Когда Убежал Перед Богом Когда Он Убежал Когда Он Говорил Богу Что После Того Как Он Совершил Свои Действия Я Не Лучу Своих Отцов А Смысл В том Что Мы Клянемся Что Мы Будем Лучше Чем Наши Отцы Но Мы С С С Несем То Семя Мы С С Тащим Те же Многие Те Жит Самых Качеств Мы В наших Жизни Берем Эти Семена Неудачи Семена Которые У нас Детство Преследует Неудачи И слабостей Если Даже Вы Не хотите Все равно Мы От своих Родителей Берем Эти Вещи То Что Давид Это Видит Это Это Его Изнутри Раздирают Его Разбивают Он Был Полонсильный Говорит Я Изменю Весь Мир Но Внутренние Враги Его Очень Атаковали Он Не Смог Справиться Мы Знаем Что Он Пережил От Своих Братьев Пренебрежение И Насмешки Они Видели Своего Отца Который Пренебрегает Сыном И Они Таким Образом Когда Он Пришел Ильяву Принести Еду Во время Войны С Филистерменами Он Говорит Ему Первое Царство Так Сейчас Секундочку Первое Царство 17 28 И Услышал Ильяв Старший Брат Давида Что Говорил Он С Людьми И Рассердился Ильяв Сказал Зачем Ты Сюда Пришел И На Кого Оставил Немногих Овец Тех Пустыни Я Знаю Высокомерие Твое И Трудное Сердце Твое Ты Пришел Посмотреть На Сражение Я Знаю Твое Высокомерие То Низ 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 Самооценка Во Время Трудности Было Очень Легко Быть С Богом Это Помогло Ему Сохранить Себя И Он Не встал Не Говорил Мне Нужно Мне Это Я Достоин Этого То Ему Помогло Сохранить Равновесие И Мы Видим Его Ценность В глазах Бога Когда Нам Что-то Тяжело Нас Ограничивает Мы Должны Себя Ограничивать Как Это Проявляется Это Низкая Самооценка В двух местах Написано Первое Первое Царство 18 18 23 Стихи Говорит Об этом О том Что он О себе Думал Но сказал Давид Саулу Кто я И что Жизнь Моя В Израиле Чтобы Мне Быть Зятем Царя Когда Саул Хотел Чтобы Он Женился На Его Дочери И Слуги Передали Саулу Вудше Давида Слованти И сказал Давид Разве Легко Кажется Вам Быть Зятем Царя Я Человек Бедный Незначительный То есть Он О себе Говорит Вот Таким Образом Во Время Когда Саул Его Преследовал Он Говорит Саулу Говорит Против Кого Вышел Царь Израильский За Кем Ты Гоняешься За Мертвым Псом За Одной Блохою Он Говорит О себе Это Не Только Ну Оставь Оставь Он Говорит Он Отдумал О себе Вот так Так Он Себя Ценил Оценивал Считал Себя Вопрос В том Или Непонимание Ценности Своей Личности Когда Это Это Проявилось Когда Он Погучил Силу От Бога И Статус От Бога Мы Знаем У кого Был Босс С Низкой Самоценной Мы Знаем Как Он Любит Показывать Какой Он Сильный Какой Он Умный И так Далее Какой Он Любит Показывать Заказывать И Потому Что Он За счет Других Пытается Себя Отсозидать Иногда Мы Были Виноваты Когда Низкая Самооценка Открывает Двери Открывает Двери Как Это Открывает Двери Для Сильных Людей Упасть Давид Пытается Доказать Свою Ценность Через Те Вещи Что Он Совершил Через То Что Он Захватил Версавил Убил Ее Мужа Он Хотел Показать Я Царь Я Хочу Делать То Что Я Хочу Взять Чужую Жену Убить Ее Мужа Ну Я Вот Такой Мы Видим Что Он Доказать Всему Миру Во Время Когда Он Посчитал Исчислил Израильчан Посмотрите Какой Я Великий Какой Большой Какое Мое Царство Великое Насколько Я Хорош У Всех Есть Самооценка Это Для нас Тоже Предупреждение Как Серьез Насколько Серьез Самооценка Приводит К Незастатку Упования На Бога Когда Он Понял Свои Ошибки Свои Провалы Свои Недостатки Когда Он Был Уже Пошел Человеком Он Вообще Потерял Вся Способность Принимать Решение Когда Мы Становимся Более Старшими Мы Увидим Наши Слабости Когда Мы Молодые Мы Думаем Что Можем Весь Мир Заворевать Но Когда Мы Становимся Старшими Мы Видим Действительность Насколько Мы Не Совсем Самые Лучшие Не Совсем Правильно Поступаем И так Далее Был Период Когда Мои Дети Были Маленькими И Я Очень Злился Гневался На них Но Я Это Не Замечал Это Не Было Из Гнева Такого Это Было Из Страха Что Что Случится С Моими Детьми Что Что Случится С Моей Женой И Обо Всем Я Злился И В Один Это Возможно Был Я Ир Один Из Моих Детей Такое Произошло И Шаламит Подошла Говорит Почему Ты Так Злишься Израиль Я Вдруг Увидел Своего Отца Отца Как я поступаю Как отец И Это Мне Помогло Разбить Это И Вернуться И Создать Меня Заново Избавиться От Этого То Со Время Когда Мы Взрослые Мы Больше Знакомимся С Нашими Слабостями Давид Говорит В 70 Псалом Не Отвергни Меня Во Время Старости Когда Будет Оскудивать Сила Моя Не Оставь Меня Тот Самый Давид Который Убил Голиафа Он Много Вещей Сделал И Он Говорит Не Отвергни Меня Во Время Старости Когда Будет Сходивать Сила Моя Не Оставь Меня Потому Что Господь Он Думает Что Господь Его Оставит Как Будто Оставит Его То Такой Недостаток Упования На Бога Мы Видим Неуверенность Такую Которая Возникла У Давида Когда Он Видит Свои Слабости Трудности Когда Он Понял Что Он Слаб У Него Была Трудность С решениями И Ставить Определенные Рамки Мы Знаем О Истории Тамара О Самонном И Тамаре С Авесалоном Мы Знаем Что Его Сын Изнасиловал Сестру Свою Дочь Его Авесалон Он Не Делал Не Ставил Ему Ограничения Рамки Не Ставил И Он Ничего С Авесалом Ничего Не Сделал Он Его Отослал Далеко И Сказал Я Не Хочу Вить Его Лицо Но Потом Он Все Равно Вернул Он Принимал Решение Потом Изменял Своё Решение Это Часть Неуверенности И Мы Это Видим Во Время Когда Адония Хотел Забрать У него Царство Его Сын Потому Что Давид Четко Не Сказал Кто Будет Его Наследником Он Он Дал Этим Вещам Просто Вот Воздух Весеть Когда Натан Пришел Когда Натан И Версавия Пришли И Доставили Его Сказать Что Соломон Будет Его Наследником Но Как Все Таки Такой Человек Называется Человеком По Сердцу Божьему Друзья Люди Привыкли Думать Что Человек Хороший Или Плохой Но Это Неправильно Черное Белое Люди Это Не Только Черное Не Только Белое Давид Не Был Человеком Хорошим Или Человеком Плохим Он Был И Хорошим И Нехорошим Человеком Как Каждый Из Нас Но Это Но Это Большое Но Но Он Отдал Себя Полностью Богу В Молодом Возрасте И Жил В Верности На Бога Он Уповал На Бога Например Голиаф Это Один Пример Как Он Уповал На Бога Он Последил Себя Богу Он Отдал Себя Бога Он Пытался Жизнь Своей Жизнь Упований Таком Со Всеми Его Недостатками И Грехами В Против Саулу Который Пытался Скрыть Давид Всегда Каялся Искренно Каялся Если Я Хотел Дать Название Жизни Давида Я бы Сказала Он Специалист Покаяния Специалист Покаяния Он Не только Знал Это Он Делал Это Поступал Так Ключ К Его Жизни Что Он Был Специалист В Покаянии Он Отлично Это Делал Поступал Отлично Он Знал И Он Знал И Он Согласился С фактом Что У Есть Слабости И Трудности Внутри Слабости Он Не Спорил Когда Пришли Его Обличить Его Грехи Он Он Не Говорил Он Нет Ну Да Может Быть Что Он Не Начал Оправдываться Он Сразу Он Сразу Согласился Он Не Пытался Себя Оправдать Да Но Это Вот Так Сделало То Никого Не Обвинять Не Искать Кто Виноват Он Сразу Взял Он Не Пытался Скрыть Это Как Саул Скрыл Амалек Царя Амалек Агага Он Взял Сразу Ответственность За Это Когда Друзья Когда Нам Говорят Что Мы Согрешили Или Мы Берем Ответственность За Это Поговорим Об Он Он Признался Он Грешен Сразу Он Не Стал Копаться Сам В Этим В Этим Грехи Сам Себя Наказывать Он Принял Милость Божью Есть Люди Они Понимаешь Что Они Согрешили И Начинает Себя Сама Копания У Католиков Есть Такое И Они Начинают Себя Бить Они Берут Что И Бьют Себя Чтобы Заплатить За Плохие Вещи Которые Не Сделали Но Мы Не Католики Когда Мы Видим Что Мы Согрешили Мы Пробуем Как Будто Есть Как Будто Что Еще Сделать Чтобы Выровнять Равновесие Когда Мы Пытаемся Копаться В наших Грехах Мы Мы Говорим Бог Что Что Сделать Этого Недостаточно То есть Я Должен Заплатить За Этот Грех Принять Я Милости Божьей Это Самое Простое Самое Верное Решение Для Людей Не Копаться С вами А Принять Ему Милость Приняться В Грехе И Я Принимаю Твое Прощение И Принять Действительно Принять Не Копаться Больше Он Был Готов Принять Наказание От Бога Он Не Плакался Не Не Жаловался Он Изменить Что Сын Батшев Умрет Он Молился Просил Но В тот Момент Когда Ребенок Умер Он Он Перестал Он Встал И Пошел Дальше Он Скал Да Я Принимаю Твое Наказание Бога Давид Понял Самую Важную Вещь Только Милость Божья То Что Его Держит Не Его Дела Не Его Крепость Не Те Вещи Которые Он Сделал Только Милость Божья Он Это Сказал В Метах 32 2 Блажен Человек Которому Отпущены Все Беззакония Он Знает Что Он Грешен То Человек Которому Бог Не Беззакония Греха Блажен Человек Кому Прочнее Беззакония Если Бог Если Ты Господи Будешь Замечать Беззаконие Господи Кто Он Стоит Солом 129 Итак Что С нами Как Это Относится К нам Мы Тоже Люди Сложные Спортимые Хорошими Важно Это Понять Если Мы Неудачны В чем-то Ой Какой Я Человек Плохой Мы Начинаем С себя Ой Какой же Я Это То Что Мы Делаем Если Дело Хорошее Мы Думаем Ой Какой Я Хороший Человек Посмотрите Какой Я Хороший Мы Думаем О Себе Черное И Белое Как О Добром И Как Злом Но Важно Чтобы Поняли Это Не Так Что Мы Люди Сложные Что Есть Внутри Нас И То И Другое Одновременно Каждый Можем Из Людей Быть Человеком По Сердцу Божьему Каждый Из нас И Тоже И Я Это Не Потому Что Мы Будем Без Греха Такими Сушенными Но Из-за Того Что Мы Будем Из-за Того Что Мы Принляжим Богу И Быстро Божьем Каяться Искренне Не Важно С какой Ты Семьи Не Важно Как Отец Твой К Тебе Относился Как Семья Твоя Относится Это Не Важно Где Ты Рос Что Ты Сделал И Был Ты Убийца И Ты Был В Тюрьме Или Что То Еще Это Не Важно Наши Твои Недостатки Не Причиняя То Что Тебе Бог Выкинет Тебя Откинет Если Ты Каешься О Твоем Греховном Действии Он Своим Повин Все равно Я Говорю О Действии Имеется Ввиду Что Одиночное Действие И Постоянное Возвращение К Греху Если Ты Принадлежишь Богу Каешься Быстро Каешься Искренно Твою Ценность Важно Понять Это Не Основано На То Что Люди О Тебе Думают Только О Том Что Бог Думает О Тебе И Наша Ценность Показывает По Цене Которой Господь Заплатил За Нас Бог Заплатил За Нас Что Показывает Там Ценность А Цена Цена Которая Заплачена За Нас Это Смерть Машиаха Что Это Самая Цена В Мир Вопрос Самый Главный Какой Ты Человек По Отношению К Покаянию Какого Ты Человек Это Не Вопрос Откуда Ты Пришел Не То Что Люди О Тебе Думают Люди Не То Что Ты Делал Или Ты Вопрос Тут Или Ты Принадлежишь Богу И Какой Покаяния Ты И Спользуешь Есть Сразу Виды Есть Те Которые Скрывают Я Я Не Грешен Я Я Не Грешу Я Я Чего Это Я Я Не Грешу Я Я Скрываю Есть Люди Которые Оправдываются Но Он Мне Вначале Сделал Посмотрите Посмотрите Как Где Это Смотрите Они Меня Соблазнили Он Оправдывается Есть Вид Который Игнорирует Где 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 Грех Какой Грех Где Это Не Грех Что Это Вдруг Это Грех Есть Вид Людей Которые Копаются В себе В Своих Грехах Начинают Копаться Завтра Я Встану Утром Я Буду Поститься Молиться Я Буду Читать Пять Вещей В день Пять Стихов Я Покрою Свои Грехи Я Сам Покрою Свои Грехи Есть Вид Людей Которые По ним Ответственность Признаются Оставляют И готов Принять Результаты Греха Без Споров И Прощение Чаще всего Греха Есть Последствия Потому что Есть Нехороший Плод Это Часть Результаты Греха И Я Готов Это Принять Какое Видо Ты Приняешь Из Вида Саула Царя Который Пытался Скрыть Грех Оправдать Себя Или Давида Который Признался В грехе Был Готов Принять Наказание Божье Он Знает Что Бог Милосердно И Принять Его Прощение Принять Его Милость Как Быстро Ты Окаешься Когда Тебя Обличают А Быстрота Покаяние Показывает Какой Ты Вид Человек Показывает Взрослость В Машехе Быстрота Покаяние 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 Показывает Какой Тебе Человек Покаяние Важно Человек Сразу Каялся И Так Можно Быть Человеком По Сердцу Божьему Давид Был Был Так Не Потому Что Он Что Сделал Из Того Он Полностью Богу Себя Продвижал Богу Всегда Хранил Сердце Мягкое Каялся В Истине С Искренним Сердцем И Принимал Милость Божью Ты Хочешь Быть Божьем По Сердцу Божьем Отдай Полностью Богу И Будь Быстрым Покаянием А Тут Секрет Прост Полная Принадлежность Богу В Развитии Искусства Покаяния Быстрого Искусства Покаяния И Принятия Милости Божьей Быстро Покаянием Сразу Принятие Ответственности И Принять Милость Божьей Принять Тоже Важно После Того Как Я Три Дня Отработаю Я Приму Милость Божьей Нет Раз Если Мы Будем Таким Как Сказал Бог Сделал Сделан Милость Базили Кур Зато Он Ходил При Тобой Выстине В Правде С Искренним Сердцем При Тобою Не Из-за Того Что Он Остался Человеком По Серду Божьим А Отношения С Богом Были Какие И Бог Великую Милость Ему Сохранил За Это Давайте Помолимся Отец Благодарим Тебя Что Ты Требуешь От нас Ищи Которые Мы Не Можем Исполнить Ты Требуешь От нас Быть Совершенными Ты Требуешь От нас Быть Придлежащими Тебе И Ты Хочешь Что Мы Быстро Каям Быстро Без Оправдания Себя Без Споров Без Пробы Скрывать Ты Призываешь Нас Брать Ответственность Я Благодарю Что Не важно Откуда Мы Вышли Для Тебя Не важно Какой Семьи Наша Ценность Не важно Потому что Ты Заплатил Цеду Потому что Ты Ценишь Нас Не важно Что Люди Говорят Отец Мы Просим Помоги Нам Быть Людьми По Твоему Сердцу В Семь Йесу Аминь